Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Есть у нас уже возможность подвести итоги сразу двух событий ИФРС, миновалый Банк Японии, правда, еще могут последовать кое-какие комментарии сегодня по ходу уже заключительной стадии азиатской сессии и, соответственно, европейских торгов. Мы за ними будем следить, я надеюсь, что вы тоже, если делаете ставку на торговлю японской валютой. Но если что-то пропустите, хотя вряд ли, поскольку зачастую о том, что что-то произошло, нам говорят даже не сами новости, а о динамике активов. Если видим что-то интересное, значит, стоит копаться в новостях, чтобы поискать ответы там. Уверяю вас, в понедельник мы все-таки вернемся традиционно к оценке ситуации, сложившейся по итогам последней торговой сессии. То есть, в понедельник мы подводим итоги пятницы. И помимо того, что традиционно состоится брифинг в 9.30 по московскому времени, кстати, обязательно заходите на наш официальный канал на YouTube, подписывайтесь на него, комментируйте видео и ставьте лайки. Еще в 16.30 состоится наш классический вебинар «Правильный понедельник», где мы пробегаемся по основным событиям прошлой недели. Если вам это интересно, с огромным удовольствием буду вас всех там наблюдать, если есть возможность, воспользуйтесь ей и, соответственно, посетите этот вебинар. Сегодня я предлагаю не нарушать нашего привычного сценария. Начнем мы с того, что интересного показала нефть по факту заключительной, точнее, предпоследней торговой сессии. С вашего позволения, я снова поднимаю этот символичный баррель нефти, бренд, который мы с вами совместными усилиями продолжаем качать. Я уверен в том, что таких трейдеров, как мы, делающих ставку на то, что этот актив остается аутсайдером, очень много. Но мы, возможно, были одними из самых ярых приверженцев того, что этот актив потенциальный аутсайдер. И не верили в то, что бренд может сохранить восстановительный тренд, продолжить рост. Даже тогда, когда он подбирался к сопротивлению 53, замахивался на то, чтобы двинуть в район 55. Наши ожидания сейчас легкой вознаграждены. Соответственно, мы с вами молодцы, потому что не позволили фундаменту вести себя в заблуждение. Хотя, если вы отслеживаете информационную картину, прогнозы многих экспертов, комментариев, в частности, многие действительно предполагали, что бренд находится в восходящем тренде и уже не вернется ниже полтинника. То есть, пойдет выше 55 и 60. Ну, возможно, когда-нибудь это и случится. Сейчас я хочу, чтобы мы с вами по-прежнему были настроены на то, что этот инструмент остается в числе самых главных аутсайдеров. Учитывая процент, на киволенке, я думаю, что одним из основных. В смысле, ну, может быть, фунт потягается в перспективе ближайшего времени. Но у нас бренд уже с учетом текущих котировок потерял больше 20%. Это только начало. Клосс вчерашнего дня 43.19. Сейчас актив торгуется еще ниже. 43.10. И, учитывая тот пыл, с которым инструмент снижается в последней торговой сессии, я допускаю, что мы с вами сможем при сохранении подобной тенденции увидеть нашу заветную поддержку. 40 долларов за баррель чуть ли не на следующей неделе. А почему бы нет? Пока новостная картина не просто складывается в нашу пользу. Мы видим, как нам благоволят те факторы, которые мы раньше даже не рассматривали в качестве факторов поддержки. И, прежде всего, я делаю ставку на запасы нефти США. Вы помните, что отчет, который был опубликован в среду, показал то, что запасы снизились на 1,6 миллиона, против, точнее выросли, против прошлого снижения на 2,2. И мы сейчас поговариваем уже даже не просто о рисках роста запасов. Мы еще констатируем, благодаря той статистике, которая вышла в среду, что сейчас катастрофическое перепроизводство бензина. И напомню, с чем это связано. В частности, когда цены на нефть были на минимальных уровнях, нефтеперерабатывающие заводы активно закупались сырьем. Готовились к летнему сезону. Готовились к тому, что спрос продолжит на энергосырье и на топливо, прежде всего, расти. Тем более, что подогревали эти предположения еще прогнозы о том, что рынок нефти выходит из, соответственно, медвежьей фазы, начинает расти. И дальше будет, следом, развиваться мировая экономика, которая потребует больше сырья. И в итоге мы сейчас с вами столкнулись с той реальностью, которую, собственно, прогнозировали. То, что мировая экономика будет все-таки слабеть. Это будет отражаться на динамике спроса. И получается так, что бензина и топливо было произведено столько, пусть и потребление сейчас на высоком уровне. Не будем действительно сомневаться в этом. Это так, цифры значительные. Но все равно это не то потребление, не те объемы спроса, чтобы покрыть аппетитом все то предложение, которое было сгенерировано. В частности, сейчас цены на нефть, точнее, на бензин в США находятся на минимальных уровнях с 2004 года. Нефтеперерабатывающие заводы, имея большое количество сырья и, соответственно, бензин, на который пока не находится, достаточного спроса, сейчас функционируют на показателях рентабельности, минимальных с 2010 года, то есть за последние 6 лет. И это будет приводить к тому, что стимул на потребление и закупки нефти будет падать. И мы с вами, полагаю, замыкая, собственно, летний период, уже можем говорить о входе в новую фазу макроэкономических отчетов, которые будут сигнализировать нам о том, что запасы нефти не снижаются, а только растут. И прошлая неделя, может быть, стала первым звоночком того, что такой период наступил. Поэтому сейчас тем трейдерам, которые пытались поиграть на повышение, делали ставку на то, что сейчас идет консолидация, после того, как мы оказались ниже 50, легкий локальный откат, за которым не последует формирование нового тренда. Они цеплялись, собственно, за статистику по запасам, следили за тем, что она снижается, и, собственно, запасы падают. И делали из этого повод для бодрости и, собственно, оптимизма. Мы в какой-то стадии и мере эти отчеты игнорировали, и сейчас, я думаю, что этого делать не будем, поскольку и эта статистика оказывается на нашей стороне, поддерживает нашу идею того, что рент и WTI будут дальше оснижаться. Ну и, безусловно, остается еще фактор, связанный с тем, что перебразводство нефти действительно сейчас зашкаливает. Ждем новые цифры со стороны ОПЕК. Ждем сегодняшний отчет от Беккер Хаджес по количеству нефтяных платформ. Я думаю, что мы все-таки увидим еще одну по факту неделю и период, за который количество платформ увеличится. Будем тут же проецировать это на то, что объемы выработки также, соответственно, подрастут в рамках Соединенных Штатов Америки. И тем самым получим еще один повод для реализации нашей сделки, которая предполагает сохранение понижательной тенденции. Допускаю то, что классически в пятницу после состоявшегося ралли у нас идет день фиксации результатов. В данном случае сделок на продажу, которые были открыты ранее, и фиксация ордеров, то есть закрытие перед выходными, фиксация профита провоцирует откат в обратном направлении. Поэтому сегодня, если вы все-таки проспали тот самый понижательный тренд, который уже разворачивается, ничего делать сейчас не нужно. Мой совет, тогда постойте также в стороне, не дождитесь закрытия сегодняшней торговой сессии. В понедельник мы с вами снова вернемся к нефти, поговорим о ней. Но я думаю, что сегодня мы все-таки подрастем. А вот с понедельника снова получим возможность для того, чтобы распродавать позиции черного золота. Осталось немножко подождать. Российская валюта против доллара. 66,72. Рубль девальвируется. Это все правильно, логично, исходя из высокой корреляционной связи с нефтью. Сегодня, помимо нефти, на рубль повлияет, безусловно, решение Центрального банка России по процентной ставке. Вы знаете, что на текущий момент ставка рефинансирования находится на уровне 10,5%. Есть ли вероятность того, что сегодня она будет пересмотрена с понижением? Я думаю, что нет. Потому что, если бы мы имели дело с ценами на нефть выше 50 долларов за баррель, ну или хотя бы в районе 48-49, тогда да, планомерно бы наблюдали статистику по легкому спаду индекса потребительских цен, потребности российского корпоративного сектора в более дешевой ликвидности и осознание того, что помочь и уважить их возможно, снижая ставки рефинансирования. Но сейчас Центральный банк уже не волен принимать подобные решения, поскольку понимает, что рубль в любой момент может показать нам такую бешеную динамику и ралли по ослаблению, которую мы не видели вот с 2015 года. Если это случится, параллельно с ослаблением мы увидим резкий рост индекса потребительских цен, удорожание товаров, падение внутреннего спроса и потребительской активности и еще большее давление на показатели ОВП, которые мы еще не видели и не видели даже в 2015 году. Напоминаю то, что в 2015 году российская экономика еще теплилась надеждами на то, что цены на нефть восстановятся, и у России были большие по емкости резервные запасники. Это фонд национального благосостояния и, собственно, сам резервный фонд. На текущий момент их емкость серьезно подистощилась, компенсировать, выполнять буквально, ну нет источников для того, чтобы это сделать. И если сейчас мы столкнемся с еще резким потерей, падением потребительской активности, разумеется, Центральный банк будет обязан вмешаться в ситуацию. Каким образом? Единственное только решение, это не смягчение монетарной политики. Вы знаете то, что возможность снизить разгон скорости и факта роста индекса потребительских цен, это повышение процентных ставок. Вот об этом, я думаю, сегодня в каком-то формате могут быть сделаны комментарии. Если они не будут сделаны, мы, собственно, об этом уже поговорили, и понимаем, какие долгосрочные риски сейчас имеют место быть для российской экономики. Поэтому 99% вероятность того, что ставку оставят на прежнем уровне, 10,5%. Как отреагирует на это рубль? Я думаю, что больше даже в негативном ключе, поскольку это будет подтверждать тот факт, что Центральный банк точно так же закладывает точно такие же риски, как это делаем мы. То есть, те понимают, что впереди тучи над российской экономикой снова возгущаются, и впереди может быть только хуже. Мы ждем ослабления рубля и движения выше 67%. Я не удивлюсь, что мы сможем добраться даже до 67,5% уже к концу сегодняшней торговой сессии. Но долгосрочная цель остается на прежнем уровне. Ждем тестирования сопротивления 70% против доллара. Дальше. Европейская валюта против также американца. Котировки 1.10.78. Вчера мы видели то, что евро отличилась восстановительной динамикой, подхватила тот позитивный тренд и восстановление, которое было показано евро в среду, когда были оглашены итоги двухдневного заседания ФРС. Причин для роста главного валютного диска. Ну, может быть, первая причина кроется в том, что раз участники рынка, как полагают, не получили четких сигналов, свидетельств того, что ФРС будет повышать процентные ставки, значит, нет тех самых реализованных надежд на то, что доллар будет расти. И действительно, в моменте мы увидели ослабление американца, даже сегодня, особенно против иены, это очевидно, и слабость доллара была использована как возможность для рисковых инструментов улучшить собственные позиции. Очень странно также, если кто-то руководствовался таким подходом, что был проигнорирован комментарий, собственно, Федеральной земной системы о том, что ФРС планирует, или, правильнее будет сказать, уже пересмотрела формулировки абзаца, их, собственно, протоколов и видения монетарного курса, которые посвящены характеристикам внешних условий. И отметив то, что сейчас краткосрочные риски уже не так очевидны, они меньше беспокоят представителей ФРС, и в соответствии с этим, несмотря на то, что ФРС продолжит отслеживать долгосрочную картину, все важнейшие, ключевые, фундаментальные экономические события, есть возможность снижения процентной ставки до конца этого года. Это действительно то, что было озвучено представителями ФРС, и, по идее, такие слова точно нужно использовать в качестве жестких комментариев. Я надеюсь, что трейдеры одумаются, осознают, что в итоге было сказано, и это осознание будет как раз еще одной причиной того, что евро начнут распродавать. Вторая причина, которой можно объяснить рост европейской валюты, это восстановление иены, поскольку действительно мы видели повышенный спрос на защитные активы франка, очень неплохо подросла японская иена против доллара, неплохую динамику укрепительную показала. Традиционно подобные операции ухода в защиту финансируются через валюты фондирования, то есть этим статусом сейчас как раз и обладает европейская валюта. Ну и, безусловно, не стоит забывать также еще и про национальную статистику. Вчера вышел индекс настроения в еврозоне, по факту цифра указала на то, что индикатор подрос до отметки 104,6, 104,4, хотя прогноз был куда ниже. И прогноз слабый, закладывался исходя из того, что дело дошло до выхода Англии из состава Европейского Союза. На текущий момент мы видим то, что индикатор находится выше медианной средней оценки за последние 25 лет, выше 100. И кто-то решил, что преобладание, собственно, такого позитивного тренда, восстановление и доминирование отчета выше 100 пунктов является сигналом роста потребительской уверенности и оптимизма инвесторов и промышленников. Ни в коем случае не поддавайтесь на это заблуждение. Это совершенно не так, потому что истинная картина указывает на то, что оптимизм сейчас на минимальных уровнях, им даже не пахнет. Лучше даже говорить про антоним, пессимизм. Потому что мы видим, как проседает промышленный сектор, мы видим, что происходит со сферой услуг, со строительным сектором. Мы видим, на каких низких значениях находятся сейчас индикаторы бизнес-оптимизма и оценки тихущих экономических условий от института ЗЮ, который является самым объективным среди всех, которые оценивают общее видение перспектива для немецкого бизнеса. Многолетние сейчас минимумы, и это только начало. Экономика еврозоны постепенно погружается в состояние рецессии. И как будто бы осознавая это, на прошлой неделе Марио Дорогий, который возглавляет Европейский Центральный Банк, ясно дал понять то, что ЕЦБ готов к стимулирующей политике, стимулирующим мерам, которые мы с вами и ждем. Потому что понимаем, что это сейчас ключевой триггер для разгрузки европейской валюты. И если наступит тот счастливый день, когда мы услышим эти комментарии, и когда агрессивное стимулирование будет фактически реализовано, тогда евро получит тот самый долгожданный сигнал, катализатор, способный отправить этот актив против доллара ниже отметки 1.10, приблизить как минимум к уровню 1.05. Сегодня из отчетов предлагаю обратить внимание на индекс потребительских цен, который будет опубликован сегодня в 12.00 по московскому времени, то есть через два с небольшим часа. Я считаю то, что инфляция снова просядет, но в лучшем случае будет дальше топтаться около нулевых уровней. Но это только сейчас. Не забывайте о том, что индекс потребительских цен полностью связан и коррелирует с показателями рынка энергоресурсов. То есть если снижаются цены на нефть, значит и снижается индекс потребительских цен. У нас месяц полноценного медвежьего ралли по Brent'у, и мы понимаем то, что спустя месяц, когда мы будем анализировать данные по инфляции в розоне, у нас будет как раз тот самый сигнал, который станет причиной еще большего снижения показателей инфляции. А низкая инфляция – это еще один аргумент в пользу того, чтобы ЕЦБ наконец-таки стал более активным регионом и дал нам в плане решения то, что мы хотим услышать. Вывод – европейская валюта торгуется сейчас на отметке 1.1078. Это предельные значения. Я допускаю то, что евро может двинуть еще на 30-50 пунктов вверх. Но это краткосрочная ралли, которая не будет иметь никакого долгосрочного продолжения. Я даже призываю вас к тому, чтобы незамедлительно ставить на ослабление и ждать, как минимум в среднесрочной перспективе, тестирование поддержки 1.08. Фунт против американца. За вчерашнюю торговую сессию ничего интересного, собственно, не произошло. Мы видим, как фунт, будто бы понимая всю прелесть своей объективной фундаментальной слабости, не может показать и не показывает нестремительной какого-то бычьего ралли восстановительной динамики, но и опасается уйти ниже, поскольку неизвестно, каким решением все-таки придет Банк Англии 4 августа. Но я не знаю для кого неизвестных. Я думаю, что мы с вами уже неоднократно обсуждали эту ситуацию, прекрасно понимаем, что мы ждем от британского регулятора на следующей неделе, 4 августа. И ждем мы новых пакет экономических стимулов. В частности, снижение процентной ставки 0,25% это как минимум. И, возможно, анонс программы выкупа активов в большем, соответственно, объеме. В любом случае, оба этих шага являются серьезными мерами смягчения экономической политики, направленными на то, чтобы добавить на рынок ликвидности и, соответственно, поддержать, простимулировать темпы экономического восстановления. Такая потребность сейчас совершенно очевидна, учитывая последний, особенно последние прогнозы фич, которые были сведены к тому, что британская экономика в 2017 году снизится до 0,9% с текущих 2%. Поэтому есть, соответственно, все у нас условия, позволяющие предполагать, что фунт будет оставаться аутсайдером. На текущий момент из 9 голосующих членов 8 готовы проголосовать за то, чтобы снизить процентную ставку. И только Forbes считает, что пока с этим стоит повременить. Но до четверга, суперчетверга, 4 августа, будет опубликовано еще несколько фундаментальных отчетов по Англии. И я надеюсь, что они смогут своим негативом переубедить и Forbes. Как это произошло с Вейлом, помните, который еще в середине этого месяца также поддерживал Forbes в том, что ставки сейчас не нужно снижать. И как только он увидел данные по индексу потребительской активности в сфере услуг, который оказался на минимальном уровне за последние несколько лет, тут же изменил свою точку зрения. Полагаю, что 4 августа мы можем подойти с единогласным решением британского регулятора снизить процентную ставку. Поскольку мы не увидели за последние несколько недель серьезного ослабления фунта, не нужно говорить, что подобные изменения заложены и дисконтированы в стоимость. Нет. Если бы фунт торговал сейчас на отметке 1.28, я бы с этим согласился. Но снижение процентной ставки не дисконтировано в цену. А значит, потенциал извлечения профита из пары фунт-доллар сейчас сохраняется на очень высоком уровне. Если цель 1.28, значит с текущих значений пара торгуется 1.31.77 практически 400 пунктов. Я думаю, что не воспользоваться такой идеей, ну по меньшей мере неправильно. Доллар японская иена 103.62. Сейчас хотел я больше остановиться на заседании японского регулятора, но, к сожалению, мне даже нечем вас порадовать. Потому что, несмотря на все наши предположения, прогнозы и ожидания, которые мы позволили рынку навязать себе, к сожалению, мы не услышали то, что хотели. Банк Японии будет стимулировать политику. Там рассматриваются возможности альтернативных стимулов в несколько десятков миллиардов иен. Но это не те объемы ликвидности, которые мы ждали. Ставка по депозитам так и осталась на уровне минус 0,1%. И вот что меня еще больше возмутило. То, что Банк Японии по-прежнему надеется на то, что экономика по индексу потребительских цен выйдет к целевому значению в 2% уже в 2017 году. Но это прям несусветный бред. Как такое может быть? Учитывая то, что мы сейчас видим абсолютно очевидный понижательный тренд по нефти. И даже с учетом восстановления цен на нефть, тем индекс потребительских цен Японии не мог закрепиться даже выше единицы. Как они собираются сделать это меньше, чем за год? Это большой вопрос. Я думаю, что нам не стоит отказываться от идеи того, что Банк Японии все-таки спустя какое-то время вернется к целесообразности более агрессивного выкупа активов. Синзааба нам, по крайней мере, это обещал. А Курада делает то, что говорит Синзааба. Но вот Синзааба почему-то пока слова не держит. Ну, давайте подождем. Хорошо, что у нас есть сильный оппонент иен, этот доллар, который продолжает получать хорошие макроэкономические сведения о вчерашней заявке на пособие по безработице. Основа индекса, точнее, заявки снизились. И в целом они продолжают находиться на уровне 266 тысяч ниже 300. То есть, это тренд с 1973 года, самый затяжной, по-моему, 74-й или 75-й недели подряд ниже 300к. И рынок – это сигнал того, что восстанавливается. Исходя из такой позитивной статистики, мы с вами готовимся, что на следующей неделе Non-Farm Payless нас также порадует. И до сентября, по сути, у нас еще будет два отчета Non-Farm Payless. Поэтому, если они не разочаруют, тогда будем в сентябре готовиться к первому повышению отставки. Доллар должен обязательно реабилитироваться. Я в этом не сомневаюсь. Допускаю, что уже до конца сегодняшней торговой сессии мы с вами увидим возвращение пары снова в район 105. Но это будет только начало. Мне советую 10 раз подумать, прежде чем поставить на дальнейшее ослабление пары возможно с целью о снижении в район 100. Я считаю, что это крайне маловероятно. Поэтому, снова обозначаю вам цели, предполагающие, возможно, еще больший рост. USDCAD торгуется сейчас на отметке 1.3152. И у нас есть возможность повторного выкупа пары с целью протестировать снова сопротивление 1.3200. Способствовать этому будут продолжать снижение цен на нефть. И я думаю, что поможет нам и сегодняшний отчет по ВВП Канады, который, на мой взгляд, вот как раз сегодня отразит те потери, которые понесла канадская экономика из-за пожаров в Альберте, главном, по сути, энергетическом регионе с самым большим энергетическим потенциалом. Вы помните о последствиях спада производства нефти. Помните, каким образом рынок нефти отыгрывал этот фундаментальный фон. И помните наши предположения, связанные с тем, что в случае снижения показателя ВВП возрастет вероятность параллельной коррекции процентных ставок по итогам следующего расседания и может стать причиной, чтобы пара USDCAD до конца, скажем, даже до конца третьего квартала оказалась выше уровня 1.34. Но пока нам нужно закрепиться выше отметки 1.32. Ближайшая цель – это как раз вот этот рубеж. У него остается около 50 пунктов. По другим валютным парам без изменений. Австралиец 0.75.16. Новозеландская валюта против доллара сейчас котируется на отметке 0.70.85. Медвежий взгляд разделяю по обоим этим валютным парам. USDCAD отошла, конечно же, от нашей цели паритета. Сейчас 0.97.95. Неохотно сейчас франку даются вот эти пункты. Мы видим, как, в принципе, и доллар сопротивляется. Тем более, что у него есть для этого все основания. Я снова предлагаю вам метить в район паритеты до тех пор, пока мы не пробьем эту цель. Вообще не рассматривать возможность другого направления трейдинга. И вы помните, я предлагал пару кросс-курсов столиц против Новозеландца. Сейчас котировки 1.06.05. До цели 0.5 мы с вами пока не добрались. Поэтому также не пересматриваем ориентиры. Сегодняшний день будет крайне насыщен на макроэкономические события. В 12.00 ВВП Еврозоны ждем слабый отчет. И самое важное, в это же время выйдет индекс потребительских цен, о чем я вам говорил. Вот в случае снижения этого индикатора давление на евро может усилиться. В 13.30 Центральный банк России предоставит процентную ставку, ожидаемое сохранение на прежнем уровне в 10,5%. В 15.30 ВВП США и предварительные данные говорят о том, что второй квартал будет куда лучше первого. И последняя статистика создавала возможности и все условия для этого. Поэтому у доллара сегодня есть такой заключительный на этой неделе фундаментальный козырь, чтобы отыграться против иены. Поэтому я не просто так допустил возможность возвращения пары USD иена сегодня в район 105 к концу торговой сессии. В 15.30 также выйдет отчет по ВВП Канады и в 20.00 Бейкер Хаджес отчет по количеству нефтяных платформ США. Ждем еще одного прироста и ждем потенциального давления на нефть. Но больше ставим на то, что сегодня динамика будет повышательной, поскольку трейдеры будут фиксировать результаты ранее открытых коротких сделок. Кодовое слово на сегодня – облигация. Величина бонуса 14% действует до понедельника. Поэтому у вас есть три дня, чтобы задуматься или, по крайней мере, рассмотреть возможность пополнения ваших депозитов. Следующая неделя у нас будет крайне интересной, потому что традиционно в начале месяца мы с вами полностью фокусируемся на американском рынке труда. Нон-фарм-пэлса и помимо отчета по количеству новых рабочих мест из сельскохозяйственного сектора у нас будет еще динамика заработных плат. На этом все. Большое спасибо за внимание. Не забывайте, что весь видеоконтент доступен на нашем официальном канале на YouTube. Подписывайтесь на него и, безусловно, оставляйте лайки. Со своей стороны хочу пожелать вам замечательной, прекрасной и профитной торговой сессии попутного тренда. Ну и, конечно же, таких же хороших выходных. В понедельник возвращаемся снова в бой. Всего доброго. До свидания.